Такая же работа спасателями проводится и в Западной Казахстанской области. Сотрудники департамента ПУЧС проводят профилактическую работу с населением и советуют не выходить на лед. В связи с активным потеплением снег и лед тают не только на городских улицах, но и на водоемах. Поэтому зимняя рыбалка, катание на лыжах, да и просто прогулка по замерзшей реке могут стать опасными. По данным департамента ЧАЭС, к счастью, в текущем году под лед не провалился ни один человек и не утонула ни одна машина. Но как раз сейчас тот период, когда этого нужно остерегаться больше всего. Погода меняется очень быстро, поэтому там, где еще вчера было надежно, сегодня может стать опасно. Казалось бы, лед еще толстый, но сотрудники департамента ЧАЭС уже сейчас настоятельно рекомендуют не выходить на водоемы. Именно в эту пору лед становится очень хрупким. Но заядлым рыбакам, похоже, ничего не помешает. На предупреждение они не обращают внимания, от комментариев тоже отказываются, заявляя, что рыбачат много лет. И уровень этой самой опасности могут проверить самостоятельно по пробуренному отверстию. Но спасатели не шутят, нормы, согласно которым определяется прочность льда, приняты давно и проверены практикой. Не ниже 10 сантиметров на одного человека выход на лед, не ниже 15 сантиметров это 2-3 человека. А уже переход по льду, либо переезд по льду, автотехника не менее 30 сантиметров должно быть. По прогнозам синоптиков, сильных морозов уже не ожидается. Поэтому с каждым днем лед будет таять все больше и активнее.